Вход свободный, как и положено, в общественном университете. Итак, добрый вечер, уважаемые товарищи, меня зовут Дегтерио Денис Борисович, я преподаватель Красного университета. Сегодня мы с вами проводим практическое занятие на тему политический спектр и классовая борьба в современной России. Почему мы рассматриваем эту тему? Ну, очевидно, что современное общество, в том числе российское общество, поделено на классы. Классы эти находятся в неперемиримом антагонистическом противоречии и борются друг с другом. Что получается, если один класс осознает себя как класс, знает свои интересы, понимает, кто ему противостоит, понимает, что с этим делать, как бороться, как осуществлять свои интересы, как нужно организовываться, как нужно объединяться. А противоположный класс ничего этого не знает. Ну, или не хочет знать. Или знает лишь небольшая часть класса. Весь класс, так сказать, находится в таком положении, когда его образ мыслей, образ его действий определяется не собственными интересами, а интересами противоположного, противостоящего моему классу. Получается, что один класс одерживает верх, и второй класс находится в угнетенном, приниженном состоянии и не в состоянии осуществлять свои собственные интересы. А интересы это, как вы уже прекрасно знаете, это не категория психологии, это не просто то, что кому-то нравится или кто-то захотел. Это то, что классу действительно выгодно. Но класс это не какая-то абстракция, это конкретные люди. Если мы говорим о рабочем классе, то это рабочие, это соль земли русской. И не только русская, это вообще единственная надежда всего человечества. На них держится вся система общественного производства, потому что это люди, которые непосредственно производят материальные блага. И чтобы не говорили о постиндустриальной экономике, об умной экономике, об экономике, не знаю еще какой экономике. Какую только не выдумывают экономику, только чтобы затушевать. Да, цифровая, правильно, цифровая экономика. Тоже хорошее очень выражение. Для того, чтобы затушевать экономическую основу жизни современного общества. Она, собственно говоря, не меняется с того самого момента, как человек начал что-то производить. То есть, для того, чтобы поддерживать эту цифровую экономику, необходимо произвести как минимум соответствующие инструменты. То есть, вычислительные машины, сервера, мощности и так далее. Эти машины должны тоже где-то размещаться. Значит, нужно построить здания для них. Нужно выработать электроэнергию, которая питала эти умные машины. Необходимо также для того, чтобы произвести электроэнергию, добыть полезные ископаемые. Для этого нужно построить машины, которые будут добывать эти полезные ископаемые. И для того, чтобы эти машины работали, они же не будут работать сами по себе, правильно? Они еще не настолько умные, чтобы самим себе добывать полезные ископаемые и делать потом, производить электричество. Значит, на них должны работать люди. Раз на них работают люди, эти люди должны тоже, соответственно, где-то жить, чем-то питаться. И причем они должны начать питаться и жить, и одеваться, и так далее, задолго до того, как они начнут производить. Поэтому понятно, что никакая цифровая, никакая умная экономика, никакая экономика, наверное, в ближайшей, даже не отдаленной перспективе, не обойдется без труда рабочих. Значит, соответственно, рабочий класс, который почему-то некоторые не могут упорно найти, ищут. Как диаген ходят с фонарем, и, так сказать, спрашивают, когда его спросили, что он делает, ищут человека. Ну, понятно. Значит, также некоторые наши, в том числе и левые, так называемые левые, ходят с фонарем, но при этом с завязанными глазами и ищут рабочих. Говорят, нет, рабочего класса нет. Он испарился, он изменился, он уже не тот. Он уже производит не только руками, но и производит, так сказать, силы мысли, да, вкладывая в станки с числовым программным управлением какую-то программу, значит, это уже не такие рабочие. Да, действительно, рабочий класс изменился, стал более образованным, более подготовленным. И, конечно, мы не можем сравнить в этом отношении класс начала прошлого века и нынешний рабочий класс. Он работает на значительно более сложном оборудовании, и я уже не говорю о том, что образование, как минимум, среднее, да, и среднепрофессиональное является всеобщим. Поэтому, конечно, определенные изменения есть, но все на свете изменяется. Но изменилась ли сущность рабочего класса нет, он по-прежнему производит материальные блага только при помощи более сложной техники. Соответственно, выросла и производительность труда. Производительность труда возросла во много раз, так же, как и возросло богатство всего общества. Но вот и свободное время общества, которое тоже производит рабочий, и блага, которые он производит, и богатство общества распределяются неравномерно. Распределяются они неравномерно по какой причине? Потому что люди занимают разное положение в системе общественного производства. И рабочий класс России оказался в этом положении сейчас, в данные, в последние 30 лет, не потому, что таков был закономерный ход исторического развития. То есть он не перешел в состояние наебанного рабочего из феодализма, а он перешел в это состояние путем реставрации капитализма. Соответственно, были возрождены отношения, прежде всего, собственности на средства производства, частной собственности на средства производства. Но как только собственность на средства производства перестала быть общественной, труд стал наемным. Сразу это произошло? Нет, наверное, это не сразу произошло. Происходило это постепенно, и, как вы знаете с предыдущей лекции, политический переворот произошел достаточно быстро. Это фактически такая моментальная акция. А вот экономика перестраивается медленно всегда. Она перестраивается медленно как в одну сторону, так и в другую. И даже сейчас мы видим, что полного, допустим, возврата на рельсы, на способ капиталистического производства не произошло. То есть не удалось разделаться капиталистам с остатками советских достижений, хотя они очень стремились. А последние несколько лет оказалось, что, в общем-то, наверное, хорошо, что не получилось это сделать, потому что, оказывается, нужны и заводы оказались, нужны и станки. Причем стало понятно, что никто особо из капиталистического мира не готов продавать сюда к нам высокие технологии. И неожиданно понадобились рабочие, выяснилось, что рабочих рук, оказывается, квалифицированных рабочих не хватает для того, чтобы работать на станках и производить достаточное количество даже тех же боеприпасов. И оказалось, что можно рабочим платить значительно больше, чем привыкла платить буржуазия, с криками о том, что если мы будем платить больше, то все рухнет, экономика России развалится, она будет неконкурентоспособной, и, так сказать, цены вырастут катастрофически, и все мы погибнем. Ничего такого не произошло, хотя, безусловно, рост цен есть, но, тем не менее, никакой катастрофы не случилось. Понятно, что это не произошло по всей стране, понятно, что речь идет о тех производствах, в которых максимально сейчас заинтересована российская буржуазия, но, тем не менее, это показывает о том, что можно, оказывается, производить вполне конкурентоспособную продукцию, и при этом платить рабочим больше, чем те копейки, которые привыкла платить буржуазия. Но это, так сказать, такое вступление, почему мы рассматриваем этот вопрос. Ну и, опять-таки, возвращаясь к копейкам, совершенно справедливо на прошлой лекции заметил Александр Сергеевич Казенов о том, что копейки-то платят не просто так, а потому что нет борьбы за собственную трудовую копейку. Если была борьба, то и зарплаты были, соответственно, совершенно другими. И мы видим на тех немногочисленных примерах, когда трудовые коллективы действительно боролись за свои интересы, боролись организованно, боролись грамотно, с использованием тех достижений, которые в том числе заложены в Российском трудовом кодексе, который тоже принимался борьбой и борьбой профсоюзов, и борьбой ученых, которые отстаивали те положения, используя которые сейчас, рабочий класс может действительно улучшить свое положение, по крайней мере, экономическое положение. Соответственно, в какой форме сейчас идет борьба? Ну, во-первых, борьба между классами, то есть между классом буржуазии и классом рабочих. На сегодняшний день можно констатировать характера классовой борьбы не имеет. Потому что классовая борьба какая есть? Борьба политическая. Для того, чтобы осуществлять политическую борьбу, а политическая борьба – это борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти, для этого необходимо, чтобы класс выработал свой авангард, создал свой авангард и под руководством своего авангарда добивался завоевания политической власти. Пока мы в данный момент авангарда рабочего класса, как наличное бытие, в России не имеет. То есть у нас есть партия рабочего класса в становлении. Сколько это становление будет длиться, зависит от активности рабочего класса. Когда рабочий класс осознает, что ему необходима партия, и только с помощью своей партии он может действительно не просто сиюминутно, а коренным образом улучшить свое положение, когда рабочие массово пойдут в свою партию и будут составлять в ней действительно большинство, когда будут созданы партийные организации на крупных, прежде всего на крупных предприятиях, тогда можно говорить о том, что классовая борьба, то есть борьба между классом в буржуазии и рабочим классом действительно приобретает характер политический, то есть истинно классовый. Ну а пока борьба идет в таких вот со стороны рабочего класса достаточно слабых формах, в основном приобретает характер либо такого тихого саботажа, либо характер отдельных выступлений тогда, когда буржуазия уже пытается отнять последнее, как правило, да, но почему это слабая форма борьбы? Потому что когда у тебя отняли последнее, у тебя уже отняли и средства к этой борьбе, собственно говоря, да, если рабочим не выплачивают по полгода, то и больше зарплату, и такие примеры до сих пор есть, или выплачивают не полностью, частично, соответственно, когда наступает момент, предприятие вдруг неожиданно, для рабочих неожиданно, конечно, а для нанимателей вовсе не неожиданно, закрывается и, так сказать, исчезает вместе с долгами рабочим, да, вот тут начинаются какие-то выступления, начинаются протесты стихийные, иногда сопровождающиеся, так сказать, порчей имущества, но поезд, как говорится, уже ушел, и догнать его не получится, учреди то, что в России выплата долгов по заработной плате отнюдь не является приоритетом, да, то есть, собственник должен заплатить сначала все обязательные платежи в бюджет, а потом, если что-то останется, ну, заплатит, но если он не платил уже до этого зарплату, то крайне сомнительно, что что-то заплатит он и в будущем, или, допустим, начинается снижение заработной платы, таким образом, меняют характер выплат, допустим, большая часть выплат шла в надбавках, в каких-то стимулирующих выплатах, меняют условия трудовых договоров, поднимают тарифную часть, а вот эту часть, которая была нигде не прописана, я их сокращаю, и в итоге, вроде как, формально номинальное требование закона выполнено, окладная часть заработка увеличивается, а на самом деле полностью зарплата либо не увеличивается, либо уменьшается. Почему так получается? Опять же, потому что в свое время рабочие, не только рабочие, и работники не боролись за увеличение заработной платы, потому что, если бы была борьба за увеличение заработной платы, уж точно бы ни о каком снижении заработной платы речи бы не шло, но, как говорится, лежачего бьют, и бьют ногами. Поэтому здесь в политической борьбе, в классовой борьбе никаких, как в дикой природе, никаких уступок не бывает. То есть все решается силой, все решается по силе. А сила рабочего класса в его организованности. Если рабочий класс не организован, значит, соответственно, буржуазия одерживает верх. Если рабочий класс организован, то он в состоянии сломить сопротивление буржуазии и реализовать свои и насущные, и коренные интересы. Еще один момент, из-за которого мы должны рассматривать вопрос политического спектра, это анализ тех сил, тех политических сил, тех партий, которые появляются на политической арене, которые представляют те или иные группы, слои, классы. Мы должны четко понимать, что скрывается за той или иной партией, какой класс она представляет, чьи интересы она на самом деле продвигает, и не поддаваться, так сказать, на ту мишуру, которую любая партия, кроме партии коммунистической, то есть истинной партии рабочего класса, окружает свою программу. Потому что каждая партия стремится представить себя как партия всего народа, как правило. То есть партия выступает как представитель значительной части общества или всего общества, кроме некоторых маргинальных партий, которые находятся на краю политического спектра и представляют достаточно узкие группы населения. Простой пример сейчас очень модно пользоваться таким термином как леволиберальные взгляды или леволиберальная тусовка или леволиберальная партия. То есть здесь смешивается либерализм, который был прогрессивным наверное в 16-17 веке а сейчас представляет из себя крайне реакционную идеологию наиболее швинистически настроенных кругов финансового капитала по сути дела и смыкается с фашизмом и какие-то левые взгляды. Откуда берется здесь левизна, а вот защита допустим меньшинств всяких. То есть но позвольте когда мы говорим о левых взглядах то левые взгляды это защита вовсе не меньшинств а защита интересов большинства. какое отношение это имеет даже чисто формально не углубляясь в то какую основу имеет не углубляясь в классовую основу но даже просто сравнение большинства и меньшинства говорит о том что никакого отношения к левым взглядам такие убеждения не имеют или например очень хорошие считается очень хорошей партией экологической направленности партии зеленых их относят традиционно относят к левой части спектра что они выступают за сохранение родной природы за экологию за зеленую энергетику альтернативу против загрязнения окружающей среды в общем за все хорошее против всего плохого но тем не менее если мы посмотрим экономическую часть то они придерживаются социально ориентированной рыночной экономики то есть они все равно стоят на позициях частной собственности во первых на средства производства а во вторых когда если прицельно рассмотреть всю эту зеленую энергетику то оказывается что она в общем-то направлена на то чтобы подорвать экономическую мощь некоторых государств лишить их нормальных источников энергии перевести их на такую так сказать заведомо неэффективную заведомо неэффективный способ производства электроэнергии в итоге от которого все равно пришлось отказаться например в Германии мы видим и покупать что в итоге сжиженный природный газ в Соединенных Штатах Америки опять же если мы посмотрим на то какую позицию занимают члены этих партий и сами эти партии в отношении гегерона мирового империализма в Соединенных Штатах Америки мы видим что они вполне идут в кельваторе в струе поддерживают империалистические устремления Соединенных Штатов и поддерживают так сказать ту агрессивную политику которую они проводят во всем мире вот такая вот такие вот хорошие левые зеленые экологические партии если мы обратим наш взгляд на более близкие вещи на Россию то мы увидим что у нас есть тоже партия которая имеет в своем названии слово коммунистическое коммунистическое партия Российской Федерации в программе тоже содержится много хороших так сказать приятных для всех трудящихся предложений но тем не менее мы увидим что она выступает из-за развития мелкого бизнеса и частного предпринимательства соответственно так сказать поддерживает частную собственность на средства производства ну и если мы вспомним кого они выдвигали на от своей партии на пост президента кандидатом то есть это был хозяин крупного сельхозпредприятия по сути дела крупный капиталист и после вот этих ну уж не говоря о том что коммунистическая партия которая участвует в выборе главы буржуазного государства уже заведомо является некоммунистической потому что не может осуществлять помогать осуществлять диктатуру буржуазии представитель партии рабочего класса а глава исполнительной власти именно этим и занимается и после после этих выборов появился повод говорить о том что коммунистическая партия российской федерации уже не не мелкобуржуазная партия а партия даже совсем буржуазная ну я думаю что все таки здесь мы видим тяготение мелкобуржуазной партии к крупной буржуазии как и вся в общем-то мелкая буржуазия как класс тяготеет к буржуазии крупной и мы знаем что всегда в истории в критические моменты мелкая буржуазия начинает поддерживать прежде всего поддерживает и насильных конечно но бросается на поддержку крупной буржуазии если чувствует за ней силу она ее ненавидит и хочет стать в ряды крупной буржуазии поэтому такое двойственное положение в системе общественного производства приводит соответственно к мешанине и в идеологии ну это все прекрасно мы видим на примере коммунистической партии российской федерации поэтому мы должны вооружиться прежде всего марксистско-ленинской теорией марксизмом и при рассмотрении той или иной политической силы политической партии руководствоваться классовым подходом Владимир Ильич Ленин всегда учил нас прежде всего видеть интересы какого класса скрываются за той или иной политической партии за тем или иным законом который проводит политическая партия за теми действиями которые они совершают поддержку каких классов осуществляет та или иная партия для ответов было предложено 7 вопросов 7 вопросов все они в общем-то выстраиваются в определенную систему меня просили вот письменно осветить каждый из вопросов это небольшая такая хитрая уловка это я думаю что не совсем будет корректно я думаю что поскольку у нас занятие все-таки практическое и первый час должен быть посвящен прежде всего ответам слушателей семинара то есть являясь семинаром я хотел бы послушать все-таки ваше выступление касающиеся тех вопросов которые были заданы было предложено ответить на два вопроса по своему выбору онлайн было прислано 55 ответов большая часть около 50 я проверил не все получили зачет особенно те которые пользовались исключительно википедии и брали первую попавшуюся ссылку для своего ответа те зачет не получили потому что как вы знаете википедия является буржуазным средством можно сказать и массовой информации во всем случае энциклопедии буржуазной жизни соответственно трудно думать о том что там мы увидим какие-то так сказать соображения основанные на марксистской теории ну так оно и есть на самом деле для чего нужна википедия для того чтобы проводить идеологию правящего класса правящий класс буржуазный буржуазии невыгодно в данный момент выпячивать вперед классовую теорию ей было это выгодно когда она боролась с феодалами да с классом феодалов когда классовая теория была у них вот так сказать на передовой научной мысль и при политической борьбе естественно она использовала эту теорию а сейчас буржуазия находится у власти ей невыгодно вспоминать о том что есть какие-то классы значит соответственно есть классовое неравенство и это неравенство только усугубляется при росте общественного богатства соответственно и те определения которые даются в отношении политических партий в отношении политического спектра естественно они лишены каких-то ссылок на классовое стране общества а соответственно являются ненаучными являются ненаучными поэтому те из вас кто давал определения даже своими словами и может быть с какими-то неточностями но опирался все-таки на тот предмет который мы с вами здесь изучаем изучаем мы с вами теорию марксизма во всех ее трех ипостасях а вот те из вас кто опирался на эту теорию те получили зачет ну или зачет с замечаниями те из вас которые проигнорировали полностью тот курс который мы сейчас изучаем и решили что достаточно прочитать в википедии определение политической партии или политического спектра те зачет не получили ну у нас не зачет это не приговор есть возможность вернуться к своему ответу есть возможность вернуться к материалам уже не первый год идет у нас это занятие можно пересмотреть предыдущие занятия можно поднять теорию почитать в конце концов первоисточники и правильно ответить на вопросы сейчас я хотел бы послушать присутствующих в зале есть кто-нибудь кто готов ответить по первому вопросу первый вопрос что такое политическая партия с одной стороны вопрос достаточно простой то есть можно ответить двумя словами да можно ответить и более развернуто пожалуйста у нас принято выходить выходить представляться да как положено у нас же школа пропагандиста Халпанал Борис если коротко то Ленин определял партию как авангард рабочего класса то есть наиболее активную его часть ну авангард класса на самом деле не знаю честно говоря что еще здесь можно добавить на взгляд довольно исчерпывающе ну исчерпывающе если понимать что такое авангард так сказать с чем его едят и что такое класс то есть здесь надо прежде всего мы отталкиваемся естественно от определения класса потому что если мы говорим о классе о рабочем классе то кого мы прежде всего имеем ввиду ну не прежде всего а вообще кого мы имеем ввиду когда говорим о рабочем классе Фабрично-заводские работники? Это класс в классе. Вообще, мы, когда говорим о рабочих, мы говорим о тех, которые непосредственно производят материальный продукт. Или непосредственно, своим трудом. Фабрично-заводские – это наиболее организованная часть на рабочих, организованы они уже самой системой капиталистического производства, но, тем не менее, есть рабочие специальности, которые не организованы, которые работают в одиночку, но, тем не менее, они являются рабочими. Те же самые транспортные рабочие. У нас была достаточно подробная дискуссия, сколько год, наверное, или два назад, курьеры рабочими. Много копий тогда было сломано, но все-таки пришли к выводу, что курьеры не относятся к сфере сервиса, они не являются аналогом официантов, а являются транспортными рабочими. То есть они транспортируют благо. Хотя это, скажем так, само существование курьеров является следствием как раз выросшей производительности труда и некоторым избытком рабочей силы, которая в том числе реализуется в таких, скажем так, необязательных для производства и распределения специальностях как курьера. Потому что можно получить и другим способом. Ну и здесь еще вопрос, который мы не затрагивали, он не совсем касается темы нашего сегодняшнего семинара, но производит ли курьер прибавочную стоимость? Это вопрос сложный, да? На самом деле, вот я считаю, что он не производит, ну не только я, но считаю, что никакой прибавочной стоимости он уже не производит. То есть он, скажем так, участвует в распределении. То есть это курьер уже не создает, это конечный этап, на котором прибавочная стоимость уже не создается, а для оплаты его труда используется то, что было создано раньше, на предыдущих. А вот дальнобойщик, например? Дальнобойщик везет значительное количество груза, без него не обойтись в этой системе. То есть если он не транспортирует, то товар не будет потреблен. В случае отсутствия курьера товар будет так или иначе все равно будет потреблен. Ну, я еще раз говорю, это вопрос теоретический, он более тонкий такой и я думаю, что мы сейчас не будем в нему углубляться. Но тем не менее, по характеру его труда, то есть он все равно непосредственно доставляет материальное благо. То есть несмотря на то, что он не производит, может быть, да, мнение ученых расходится. Вы хотите открыть дискуссию, человек? Точнее, вот она пришли к тому, что все-таки курьеры – это те, которые бабушки разносят, а родственные товары – транспортные рабочие. Ну, хорошо, да. Да, но по названию… Да, имею в виду, что… Да, доставляет 500, а это уже транспортные рабочие. Ну, название должности его. В трудовой книжке, да, написано «Курьер». Хорошо. Ну, вот транспортные рабочие, которые могут быть и неорганизованы, хотя, как мы видели, были забастовки курьеров, то есть они тоже в состоянии самоорганизоваться, хотя, казалось бы, работают разрозненно, но тем не менее, тоже в состоянии организоваться, выступить за свои интересы и потребовать и добиться повышения заработной платы. Это возможно. Спасибо. Кто-нибудь может дать более такое развернутое определение партии? Потому что короткие определения хороши, да, пожалуйста. Но хотелось бы послушать и более полное. Капитан Антон. Чтобы рассмотреть политическую партию, надо рассмотреть политику. Политика – это у нас борьба, классовая борьба за завоевание, завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Поэтому, если рассмотреть политическую партию, то это значит авангард класса в борьбе за в борьбе за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Хорошо. Авангард. Что предполагает партия? Во-первых, это люди. Партия, да. То есть это некие люди, которые совместно объединились между собой. Объединились они на какой основе? Добровольно. Никто их не принуждает. Потому что они не связаны производственными какими-то отношениями, не связаны отношением идеи. Да. То есть это добровольное объединение. Союз единомышленный. Единомышленники это у которых мысли одинаковые? Нет, конечно. Мысли могут отличаться, да? Но они думают в одном направлении. Основные, да. Основные и идейно они объединены. Что вокруг чего объединяются вот эти люди? Что является объединяющим? Конечно, все, что сказано относительно борьбы, да? Хорошо. То есть они представители не обязательно входят в этот класс. Мы знаем, что в партию может входить не только представители класса, но и те, которые находятся на стороне класса. Это верно для любых классов. И для классов буржуазии мы, когда говорим об авангарде, всегда имеем в виду прежде всего рабочий класс, но нас забывают, что буржуазия тоже создает свою партию. Вот вопрос в авангарде класса, значит, он такой немножко дискутабельный. С одной стороны, партий в буржуазии может быть несколько, на самом деле это как дракон о нескольких головах, цель у него одна. Пожирать прибавочный труд рабочих. И делать это теми способами, ну, каждая из голов думает делать это тем или иным способом. Кто-то считает, что надо вывозить капиталы и, так сказать, грабить за рубежом в основном, за рубежами своей страны, другая часть считает, что надо собственных рабочих эксплуатировать, потому что это гарантирует более стабильное положение ее. Кто-то считает, что надо и то и другое делать, но, так сказать, какая-то десятая голова считает, что надо немножко поделиться с рабочими для того, чтобы они все-таки не загнулись с голода и либо не устроили революцию. Хорошо. Уничтожают рабочих нарушить предприятия? Ну, это те, которые служат иностранной в Азии, собственно говоря. и... Учатся-то иностранцам? Ну, не только учатся, это все, конечно, делается не просто так. Хорошо. Спасибо. Ну, мне кажется, разобрались немножко с политической... Вы готовы добавить? Добавить про рабочий класс. Про рабочий класс? Хорошо. Прошу вас. Про партию рабочего класса? Нет, мы про рабочий класс. диктатура пролетариата... Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Барков Павел. Диктатура пролетариата, она состоит из пролетариата. Пролетариат, он у нас те, которые не имеют собственность в широком смысле. А в таком узком понятии это рабочий класс. В узком понятии в том смысле, что это такая концентрированная часть пролетариата, потому что она... Это, можно сказать, такие главари пролетариата, потому что без них точно уже ничего не будет не быть буржуазного производства. Если там будут бастовать или наводить бучу какие-нибудь газетчики, дизайнеры, актеры, то буржуазе может немножко это игнорировать довольно сильно даже. Их сокращать может, может вообще убирать какие-то области. Потому что в производстве они ничего такого особого не делают. А без рабочего класса не будет вообще ничего и не той части пролетариата, то есть никаких вне классов людей, частей своих. Вот. Такой дополнительный правиль. Спасибо. Я бы хотел прокомментировать все-таки. Значит, товарищи, когда мы говорим о диктатуре пролетариата, мы говорим конечно о диктатуре рабочего класса. Не имею в виду всех граждан, которые не имеют собственности. И связано это не только с тем, что рабочий класс наиболее организован с одной стороны организован в самой буржуазии, с другой стороны без него невозможно никакое производство, но и то, что этот класс наиболее заинтересован в уничтожении классов, в уничтожении частной собственности, потому что из всех групп, которые вы перечислили профессии, именно рабочие находятся в самом тяжелом положении. То есть у них самые тяжелые условия труда, они меньше всего получают свободного времени общества, даже те же самые люди, которые работают в газете, они частично живут свободного времени общества, они могут заниматься творчеством, чего в рабочей специальности нет или очень мало. Поэтому и условия труда естественно наиболее тяжелых. Поэтому конечно мы когда мы говорим о диктатуре пролетариата, мы говорим о том, что эту диктатуру будут осуществлять непосредственно рабочие. Не все люди, которые лишены собственности и работают по найму. Да. Нужно еще дополнение к обсуждению рабочие. Обычно говорят фабрично-заводские и городские рабочие. Мне кажется, обычно пропускают слово городские. Я хотел бы выразить свою точку зрения, почему Ленин акцентировал внимание на то, что они в городе должны быть. Можно время поправить, если я ошибаюсь. На мой взгляд, важность того, что они находятся в городе, заключается в том, что в городе, как правило, сосредоточены центры управления государством. То есть, соответственно, если фабрика где-нибудь там в лесу, то даже если там выйдут они на какую-то революцию, то ничего они власти никакой своей руки не получат, потому что ее рядом нет. На мой взгляд, поэтому Ленин прожил неградским. Спасибо. Я думаю, что здесь я вас веду, что городские не в смысле не сельские, потому что тогда еще не было такой моды строить заводы где-то в глухих лесах и транспортировать туда рабочих. То есть, это вот тенденция, скажем так, последних лет, в общем-то, большому счету, строить заводы подальше от населения городов, чтобы, не дай бог, не видели, что там делают рабочие, как они живут и так далее. Ну и вообще из городов началась человеческая цивилизация. Пока нет города, о цивилизации говорить не приходится. Поэтому, да, город это основа в том числе и будущего. Да, пожалуйста. Я просто хочу добавить, меня зовут Потяркин Алёй, сейчас живу в Ленинграде, но относительно того, что, говорите, если организуются сельские или там крестьяне и далеко от города, то буржуазия не прореагирует. Я вот хотел сказать пример протест на станции Ишиес в Архангельской области. Слышали? Там организовались люди, приехали, как говорится, на пусты, там, где планировали сделать мусороперерабатывающую свалку на болотах и отстояли это болото благодаря тому, что люди были ответственны, плюс у них не было системы, я думаю, единоначалия, а у них был коллектив, поэтому когда там пытались на лидеров поднажать различные органы власти, представители буржуазии и, как говорится, частные и государственные, то в конечном итоге свалка в этом месте была прекращена. Там организуются и пытаются сделать свалки меньшего размера и в других местах вот уже второй. Но тем не менее пример, когда люди умеют организовываться и отстаивать интересы, и когда эти интересы застрагивают многих, показывают, что можно добиться поэтому политическая и экономическая борьба с капитализмом должна быть. Спасибо. Спасибо за такую информацию. Но я бы хотел заметить, что все-таки это мало имеет отношения к установлению диктатуры пролетариата, потому что да, все выступления бывают против определенных действий буржуазии, но речь идет о том, что рабочий класс должен организоваться и организоваться прежде всего по заводам и фабрикам. То есть выступление в чистом поле, чистое поле это вообще это место, где тебя побьют или убьют. А завод это родное, так сказать, то, где каждый уголок тебе знаком и если ты как бы на своем заводе борешься, это совершенно другая ситуация. Поэтому да, мы должны поддерживать протесты против всякой несправедливости, но понимать, что это все прекрасно уживается с буржуазной законностью, с буржуазным строем и с капиталистической собственностью. Выступите. Может быть ко второму вопросу перейдем? Хорошо. Мне очень много слов про гражданские фабричные заводские. Почему гражданские? Потому что начинается все с экономической борьбы на предприятии. Лазарев Вячеслав Вячеслав Игорь организуются рабочие на одном предприятии, они образуют забасток, которые организуют забасток. Но экономическая борьба должна продолжиться в виде политической борьбы. продолжать ее успешно без перехода в политическое невозможно. А город городские заводские могут на разных предприятиях возникшие заводкомы объединиться в совет в городе. Потому что этот город все сосредоточен. Поэтому Ленин написал, что именно городские заводские рабочие в состоянии установить диктатуру пролетариата и руководить всеми трудящимися. Во втором вопросе какие-то я хотел бы объединить ваше выступление, что даже если завод будет стоять в лесу, но рабочие-то приехали не из леса, они же не из землянки вылезли, правильно? То есть они все равно городские. Поэтому да, они у себя на заводе объединились, выбрали от забасткового представителя в совет и этот совет будет действовать в городе. Поэтому ну куда они оденутся? Ну так-то да. Неудобно. Ничего. В буржуазе экспроприируют средства, транспорт. Силе есть. Хорошо. Пожалуйста, вы готовы на второй вопрос ответить? Какие партии бывают? Ну вопрос такой немножко общий сформулирован. Ну вот дает возможность ответить, в том числе раскрыть свое понимание марксизма. Ну так как партия это авангард класса, значит партии могут быть такими, какие существуют классы на данный момент. При капитализме бывают три мегапартии. Буржуазная, буржуазная, мелко буржуазная и партия рабочего класса. Да, в главной стране. что здесь может быть несколько, а вот партия рабочего класса она может быть одна в одной стране. Вот если так что здесь еще на рамках этого вопроса то есть три вида партий будет как это деление? Ну вот если брать основу деления партий по классовому признаку это научная основа вот действительно мы имеем три вида партий а монархисты к каким партиям? монархисты? Да. Но это так как капитализм они все равно будут правы. если это действительно партия класса или это просто название какое-то просто цель я не очень здесь но только монархических партий у нас не феодолизм не феодолизм не феодолизм мелкобуржуаз Это партии крупных собственников. Это тоже правая часть спектра, в отсутствие крупной земельной собственности, хотя есть на самом деле, во многих странах крупная земельная собственность сохраняется. Но они являются, по сути дела, уже не феодалами, потому что нет класса крестьян, зависимых крестьян нет, но есть арендаторы. Они сдают эту землю в аренду или обрабатывают при помощи тех же самых мелких буржуа или надемных рабочих. Но тем не менее, то есть это крупные собственники земли, но они являются сельскими капиталистами, по сути дела. В Англии может быть аналогичная партия, за королеву, но я не сомневаюсь, что королевы не принадлежат вас и крупные буржуа. Ну и мы знаем, что анархические партии примыкали к фашизму и поддерживали фашистский режим. Поэтому тут как раз все очень очевидно. Я хочу уточнить, что в основе, скажем, германского фашизма состояли наши товарищи анархисты, наши представители наших семей, Роман Муров, они финансировали Гитлера в самом начале. И институция заработала на Гитлера наш, российский, анархический. Ну, наш, из бывших. Спасибо. Спасибо, да. Кто-нибудь еще по этому вопросу готов выступить? Есть еще другие деления. Мы знаем, что по идеологии делят партии. Делят партии по положению в политическом спектре. Наверное, для того, чтобы говорить вот о таких моментах идеологических, надо было бы нам рассмотреть вопрос о том, что такое политический спектр. Кто-нибудь готов ответить на это? Готово? Давайте до перерыва ответим на этот вопрос. И уйдем на перерыв. Не знаю, что такое политический спектр. И когда сучал вопросы, я не понял, что про это могу сказать. Ну, что допустить? Ну, это такое плавное распределение, например, цветов. Когда ты можешь сказать, что здесь желтый, здесь красный, но между ними есть какие-то градины. Я думаю, что... Ну, сейчас подумал, что политический спектр — это, наверное, вообще все партии можно разделить на, ну, как вы сказали, по идеологии. Это, наверное, самое крайнее, я просто слышал давно где-то, это самое крайнее анархизм. А, вот так... Крайне из какого? Сейчас, сейчас, сейчас... Первое... Мы сейчас какую шкалу берем? Да, первый вариант... Это некая шкала, правильно, да? На которой мы размещаем партии согласно их идеологическим установкам. А идеологические установки из чего происходят партии, да? В основе идеологии что лежит? Классовый интерес. Да, классовый интерес. Идеология всегда имеет классовый характер. Классовый интерес. И касаясь, например, как теористического способа производства — это, там, и диктура, ну, или коренной, или коренной. Кроме интересы буржуазии, и кроме интересы пролетариата. А еще можно, наверное, разделить на то, где... Когда государство управляется... То есть, страна управляется с наибольшим участием государства, ну, с самым жестким, и когда происходит, например, анархия. Для государства вообще нет. Такое деление. То есть, по интересам классов и по управлению государством. То есть, получается, две шкалы, да? Ну, да. Ну, есть, да. Есть такая схема, когда представляют в виде двух осей. Ну, или плоскости. Но, на самом деле, есть немножко не так все. И, опять же, это такие буржуазные измышления направлены на то, чтобы затушевать разницу, допустим, между коммунизмом и фашизмом. Да? Между коммунистическими партнами и фашистами. Как это делается? Каким образом? Вот у нас есть две оси, да? Значит, здесь левый и правый, и тоталитаризм, и, там, абсолютная свобода, да? И вот, дескать, у нас в тоталитаризме, у нас тоталитаризм — это фашизм, да, и коммунизм. И, оказывается, вот, они, оказывается, здесь вместе, рядышком, да? Какая здесь ложная посылка? Потому что тоталитаризм — это такой жутел. Что такое тоталитаризм? Кто-нибудь дал определение тоталитаризму? Тотальный контроль государства над жизнью общества, но не берется внимание то, какое это государство. Либо это государство является диктатурой меньшинства, как при капитализме, либо государство является диктатурой большинства, так, как это является при коммунизме, да? То есть это диктатура большинства, то есть общество само руководит своей жизнью через свое государство. Какой же это талитаризм и какое это же ограничение свободы, если наиболее широкие свои населения участвуют в управлении государством? Здесь заложено как раз в этой оси вертикальной. Это сделано специально для того, чтобы сбить людей с толку и заморозить им голову. Это как использовать можно. Она так не используется. Дальше. Хорошо, берем анархизм. Правда, там государство тоже нет анархизма. Где? Когда ее наименьшее влияние, как бы и парализм. О чем говорит анархизм? У вас где-то вроде как бы тоже наименьшее сравнение государства. Ну, в эту сторону. Понятно, что там государство присутствует. Но... О чем говорят анархисты? Анархисты говорят о том, что... Прошлое? Мы должны перейти... Да. Отменить государство сегодня на завтра. То есть завтра мы отменяем государство и переходим, так сказать, к свободной ассоциации, производящих индивидов, и наступит всеобщее счастье. Да, государство вообще не нужно. Значит, соответственно... Поэтому в буржуазной шкале, в буржуазной классификации анархисты занимают крайне левое положение. Ну, смотрите, какой радикализм. Они призывают отменить все сразу. Прекрасно. Ну, ставят, во-первых, вопрос. Если анархисты не признают никакой организации, каким образом они формируют свою партию? Партия — это иерархическая структура. Она предполагает управление и подчинение. То есть, если... Подождите, можно я уже? То есть, анархизм, как идеология, не предполагает объединения в какие-то партии. Если это уже какая-то сформировавшаяся партия, значит, они уже не анархисты. Потому что внутри партии у них есть группированные органы, есть подчинение партийным дисциплинам и так далее. Но это один аспект. Второй аспект. То есть, последовательный анархист не может сформировать партию, он единица. Второй момент, значит, отмена государства... Ну, о чем речь идет? Об отмене буржуазного государства. То есть, вроде как отмена любого государства. На самом деле, речь идет об отмене, конечно, буржуазного государства. А буржуазное государство принадлежит классу буржуазии. И вполне понятно, что, соответственно, буржуазия просто так не откажется от своего государства, потому что оно позволяет ему осуществлять свои классовые интересы. Значит, соответственно, говоря о том, что мы выступаем против любого государства, на деле мы выступаем не против буржуазного государства, потому что против него нет никакого оружия. А анархисты выступают против диктатуры пролетариата. Если они выступают против диктатуры пролетариата, значит, они выступают на стороне буржуазии. Поэтому анархисты, как бы они себя ни называли, это партия буржуазная, ну или скорее даже мелко буржуазная, потому что они говорят об свободных производителях. То есть получается это мелко буржуазная партия, достаточно реакционная, никакого отношения, это уже ставить ее на левый край спектра, тем более дальше коммунистической партии, нет никаких оснований. Владимир Ильич Ленин об этом прекрасно писал в своих работах, что анархисты, по сути дела, выступают за диктатуру буржуазии, хотя открыто в этом не признаюсь. Так, на этой волшебной ноте я хочу, я хочу объявить перерыв. Как я понял, что вообще специальную цену после утра можно произвести дистанционно, мне соответственно, как специалисту написывает работодатель перечень, ну условно говоря, что у нас все хорошо, все нормально, потому что у нас все хорошо, у вас все хорошо. То есть не надо, по идее, если смотреть документы, которые сопровождаются, какие-то таблицы, что-то еще, то есть надо как-то замерять, что именно происходит. Это как техосмотр. Да, и получается, что как техосмотр, что это техосмотр можно провести как бы заочно. Позвонили, что ребята, у нас все хорошо. Так оно и производится, там, где коллектив не участвует в проведении спецоценки, так это и проводится. Но результат очень схожий. Поэтому, там методика настолько, скажем так, выколощенная, что, ну, очень сложно сказать, что, если это не списочные, список один, список два профессии, то вредность там снимают только на нас. Да, слышал я, вот, что тоже и Попов, вот, как-то там докер, какие-то, вот, у докеров же тоже там, как там тоже специальные... Ну, они, во-первых, списочные, а во-вторых, у них, да, там реально тяжелое сплое. Там-то факторы все присутствуют, и химические факторы, и физические, которая, естественно, напряженность и так далее. Да, ну, проблема-то в чем, что, если не участвуют работники в проведении спецоценки, то, скорее всего, она будет проведена в какой-то, где-то они вообще не знают о том, что она проводится. Она проведена в спецоценке. Об этом, значит, их работодатель должен уведомить, потому что начинается оценка условий труда. То есть, есть это... Ну, конечно, он должен уведомить, создаются комиссии. Более того, кто-то от работников все равно входит. Кто-то. Какой-то представитель в эту комиссию. Если есть представительный орган, то это представитель правкома, там, я говорил, полномочный по охране, он туда входит, в эту комиссию. Но поэтому профсоюзы должны готовиться. Потом все знают, когда это примерно должно случиться. Вот, смотрите. Ну, это отдельный вопрос, да. То, что это можно провести, как и любую, то есть, каверзу против работников, если они ничего не делают, так сказать, для того, чтобы этот работодатель не осуществил, да, он это сделает. Но работники должны быть уведомлены, да, все-таки так? Да, конечно. Естественно, издается приказ о начале спецоценки, то есть, там, нет, это... Но работники должны быть ознакомлены подростков? Они ознакомлены с результатами спецоценки, они, естественно, ознакомятся, да, с результатами. Но они могут заявить на этапе, там, идентификации, они могут заявить о преданности, которая у них есть на рабочих местах. Это все, ну, это можно... Они имеют право знакомиться с документами, если есть у полномочных. Но должны быть, должна быть подготовка к этому. Должны быть организованные работники. Если они неорганизованные, то им некому будет сходить и спрашивать. С каждым разговаривать работодатель не будет по этому вопросу. Просто принесет на подпись листы ознакомления и все. Так, товарищи, так, продолжаем. Значит, политический спектр. Вопрос, с одной стороны, простой, с другой стороны, не такой простой. Почему он простой? Ну, спектр это не что-то, так сказать, на 360 градусов, да, это не сфера. Если мы посмотрим на спектр... Совершенно верно. То есть, это некая шкала, на которой мы можем разместить политические партии, согласно их идеологическим установкам. Идеологические установки их произрастают из классовой природы. И, по сути дела, когда мы говорим об идеологии партии, мы имеем в виду два аспекта. Первый – это отношение к собственности на средства производства. И в этом смысле мы имеем блок буржуазных партий. Ну, туда же и примыкают и мелкобуржуазные, которые считают священную частную собственность на средства производства. И особняком стоит коммунистическая партия, которая выступает за общественную собственность на средства производства. Вот. Они, эти виды собственности, прямо противоположны друг другу. Причем, в буржуазном обществе частная собственность может выступать в форме коллективной собственности. То есть, допустим, собственность, которая находится, принадлежит государству, она тоже не является общественной. Потому что государство буржуазии, да, в капиталистической стране является орудием диктатуры буржуазии, да, соответственно, это аппарат подавления в руках буржуазии. Соответственно, та собственность, которая принадлежит всему буржуазному государству, просто принадлежит всему классу буржуазии, который распоряжается им как своим. И несмотря на то, что что-то от этой собственности, вернее, от результатов ее применения перепадает и остальным гражданам, но это суть этой собственности не меняет. Никакой общественной собственности при капитализме нет. Общественная собственность на средства производства достигается путем завоевания пролетариатом политической власти и обобществения этой прежде частной собственности. Да, то есть, эта собственность переводится в общественную и служит уже дальше всему обществу и принадлежит всему обществу. В этом смысле пролетариат, как лишенный собственности, он переставит быть пролетариатом, да, потому что у него уже есть собственность на средства производства. Но это не частная собственность, а собственность общественная. И таким образом мы видим, что по отношению к собственности коммунистическая партия далеко отстоит от всех остальных партий. В том числе, как мы разбирали перед перерывом, вопрос об анархистах. Анархисты-то, собственно говоря, не против частной собственности. Только это частная собственность изолированных частных производителей. То есть, по сути дела, мелкобуржуазного. Но мы знаем, что где есть мелкобуржуазия, есть товар. Любое товарное производство, товар – это клеточка, из которого вырастает капитализм из народов. То есть, вот эта вся утопия анархическая, чем она закончится? Закончится, собственно говоря, возникновением начала более крупного капиталистического производства, появлением монополии и империализма. Ну, собственно говоря, как оно и должно быть. Потому что пока сохраняется частная собственность социалистического производства, никаких изменений в этом плане быть не может. Далее. То есть, коммунистическая партия не только занимает крайне левое положение, но она вообще как бы как... находится за пределами, по сути дела, политического спектра. Когда мы говорим о политическом спектре, мы говорим, прежде всего, о партиях буржуазных и мелкобуржуазных. И дальше на каком... Как здесь-то они распределяются, собственно говоря, в этой своей, так сказать, капиталистической тусовке, на основании чего они распределяются? Ну, распределяются они в отношении того, насколько учитываются или не учитываются, интересы противоположного класса, то есть рабочего класса, по сути дела, да? То есть, второй момент – это момент распределения произведенного общественного продукта. Вернее, не распределения, потому что распределение первичное идет по месту в системе общественного производства. То есть, капиталист получает весь практический продукт за вычетом стоимости рабочей силы. А дальше идет уже вторичное распределение. И вот по отношению того, как это вторичное распределение происходит, можно аранжировать партии, так сказать, если большую часть, вернее, весь продукт, да, готова, так сказать, партия выступает за то, что большую часть продукта или весь продукт оставлять в руках крупной, ну, просто собственника средств производства, значит, мы можем говорить о том, что это партия правая, правого толка. То есть, она наиболее реакционная, она отстаивает интересы исключительно крупных собственников. И здесь, для примера, вот мы возьмем, допустим, партия, есть такая партия в России «Новые люди» называются, да, которую почему-то считают такой левой, так сказать, левоватой, да, но, во всем случае, к правым ее не относят, потому что она там предлагает повысить зарплаты, повысить, а кто не предлагает повысить зарплату? Все предлагают повысить. Ни одной партии я не видел, которая бы предлагала снизить всем зарплату. Ну, странно было бы в программе записать такое, и после этого ждать, что кто-то придет и за тебя проголосует. Естественно, конечно, везде написано, что. Но повысить там в здравоохранении, в образовании зарплаты, все хорошо. Но при этом снизить налоги, да, отменить социальный налог, ввести налог с оборота и так далее, то есть уменьшить налоговое выступление. Ну, спрашивается, вот как это согласуется с увеличением зарплат людей, которые получают зарплату из бюджета, да, то есть бюджетом мы уменьшаем бюджетную часть, оставляем деньги производителям, собственникам средств производства, и при этом, откуда ни возьмись, будет повышаться заработная плата. Но это еще как бы полбеды, да, а беда-то в том, что давайте уберем контроль, уменьшим влияние государства, но мы знаем, что государство при монополистическом капитализме является крупнейшим заказчиком, да, и крупнейшим собственником, и крупнейшим заказчиком. То есть оно обеспечивает крупное производство заказами, и тем самым, собственно говоря, является драйвером, по сути дела, экономики. И предлагается убрать государство, чтобы было вот побольше разрозненных производителей. И является ли это прогрессивным по отношению, вот нынешнего даже, я уже не говорю по отношению к остальному населению, но является ли это прогрессивным по отношению к существующей модели экономики? Ну, очевидно, нет. И в чьих это интересах? Ослабление государства, как мы понимаем, только в интересах иностранных государств. Поэтому, когда мы слышим, что надо уменьшить роль государства в экономике, нам надо уменьшить контроль, уменьшить то, уменьшить все, значит, то же самое у них по образованию, что каждый, так сказать, что не попик, то типик, пусть каждый преподает, что хочет, а спрашивать мы будем тоже по-разному. Ну, вот, то есть все эти шаги, они направлены, по сути дела, на подрыв силы государства, и это работа в пользу импортной буржуазии. Ну, и спрашивается, какое отношение эта партия имеет к левому взгляду. Что может быть, действительно, вот, если говорить о левых взглядах? Ну, вот, если, допустим, речь идет о каком-то сокращении рабочей войны. Ну, вот, ни одна партия пока в свою программу, кроме Российской рабочей партии, которая не зарегистрирована, соответственно, является общественной организацией, ни одна из партий не включила в свою программу. Хотя это то, что действительно значительно улучшает положение трудящихся, прежде всего рабочих и трудящихся в целом. Есть партии, которые включают в себя различные хорошие, там, социальные моменты. Например, развитие профсоюзов, увеличение полномочий профсоюзов. Вот, партия «Справедливая Россия» в программе у них записано, у них целый раздел по работе с профсоюзами, как надо улучшить их положение, так сказать, увеличить их полномочия. Но, тем не менее, за все время существования ни один законопроект, который реально бы расширял права профсоюзов, так и проведен не был ими. Поэтому одно дело декларация, одно дело то, что заявляет партия, другое дело, как она это реализует на практике. На практике эти партии, которые так якобы левого толка, на самом деле подпевают, конечно, партии крупных буржуазий. Вот, ну вот, на самом деле, еще один интересный вопрос, который я хотел бы... Он выходит за рамки тех вопросов, которые заданы, но который должен был бы предшествовать вопросу номер три. А вообще-то есть партии? Партии есть в современной России? Партии. Вопрос такой, на самом деле, с подвохом. Потому что они есть, потому что они по названию, по форме, они зарегистрированы, то есть они есть. А вот по сути-то, есть эти партии или нет? Ну, исходя из того, что все партии управляются из администрации президента, то им выписывают их тезисы какие-то, согласовывают их тезисы, какие-то бумажные партии. Вы хотите это сказать, да? Ну, я хочу сказать, что политическая партия, вы же сами выступали и говорили, что партия борется за государственную власть или осуществляет ее государственную власть. Ну, реальные борьбы, да, наиболее ярко эта борьба проявляется в период выборов, да? То есть партия идет, борьба внутри партии, ну, как на примере Соединенных Штатов, где это все доведено до такого вот уровня шоу. Значит, внутри партии сначала идет борьба, там одни кандидаты от одной и той же партии, так сказать, гасят других кандидатов, кто-то там на последней фазе отказывается в пользу единственного кандидата. Ну, в общем, все хорошо, выборы прошли, да. Ну, и две партии, вроде как, они тоже борются между собой. Да, действительно, они проводят, по крайней мере, видно, что они немножко разную какую-то политику проводят. Хотя в целом общий курс у них одинаковый, да. И естественно, что обе партии преследуют, то есть вернее, осуществляют интересы американского капитала, просто разных групп, а там капитал. А у нас действительно, как вы совершенно правильно сказали, что, в общем-то, все законы формирует не сама государственная дума. То есть спускают законопроект, который они потом, значит, принимают. То есть у нас рулит исполнительная власть. Партия создает такую, даже не партия, а как бы несколько партий. Вот одна партия, вторая партия. Сколько у нас сейчас партий в Думе? В Думе. В Думе. В Думе. Пять прошло, да. Все они получают финансирование откуда? Из государственных. Из бюджета, совершенно верно. То есть за каждый голос они получают там какую-то сумму определенную. А Рыжбича есть свои членские взносы? Ну, членские взносы – это прекрасно, конечно. Это замечательно. Это прекрасный бонус к тем деньгам, которые выделяет государство. То есть коммунистическая партия, которая получает финансирование от буржуазного государства, это мечта. Если бы большевикам царское правительство платило деньги, я думаю, что Октябрьская революция состоялась бы раньше значительно. А может быть вообще не состоялась, потому что эта партия была бы не коммунистической, потому что не может быть, не может коммунистическая партия, которая, скажем так, борется за установление диктатуры пролетариата, борется против диктатуры буржуазии, получать финансирование от буржуазного правительства. То есть мы видим какой-то такой спектакль определенного рода. Создание иллюзии для населения. Создание совершенно верное. Создается иллюзия выбора, что что-то выбирают. На самом деле, конечно, выбирают даже не представители буржуазии, собственно говоря, а выбирают представителей-представителей буржуазии. Потому что в списке, как мы видим, появляются и спортсмены, и певцы. Кто там еще был? Потом уже и космонавтки. Космонавтки, совершенно верно. То есть люди, которые просто узнаваемые. Ну, потом они кому-то отдают свой мандат, так сказать, за ненадобностью. Ну, тем менее, то есть какой-то реальный политический бой мы здесь не видим. Есть партии, скажем так, которые представляют интересы зарубежной буржуазии. Такие партии Яблоко, например. Ну, они выведены практически из политической борьбы. И это хорошо, с одной стороны. Ну, просто надо понимать, что наши российские партии, они в полном смысле партиями не являются, по большому счету. То есть те же самые коммунистические партии, которые периодически отщепляются от КПРФ с целью немножко тоже заработать, видимо. Потому что других-то целей нет. Их программы сильно от КПРФ не отличаются. По сути дела, в общем, говорится о том, что они являются спойлерами, но КПРФ ни для кого, для буржуазии никакой угрозы не представляет. Поэтому делать для нее спойлеры, в общем-то, много чести. И электорат ее неуклонно снижается. Видимо, это будет происходить и дальше. И действительно, удивительно, что до сих пор еще кто-то за нее голосует, при том, что полностью себя, как коммунистическая партия, она себя полностью дискредитировала. Пенсионеры? Ну, да, да. Пенсионеры и... Я же не знаю, кто еще. Ну, если говорить о выборах, то, собственно говоря, вы понимаете, как сейчас в буржуазии, по большому счету, без разницы, за кого на выборах придет и проголосует. Поэтому интересует только явка, чтобы это не выглядело уж совсем позорным. Поэтому задача исполнительной власти на местах – это организовать явку на выборы. Организуется это прежде всего через работников бюджетных учреждений. Для этого... С помощью электронного голосования? Ну, голосование электронное – это, видимо, чтобы облегчить себе жизнь, потому что людей надо собирать, надо организовывать. Но все равно, люди на работе дисциплинированы. То есть им сказали, что надо прийти на работу и проголосовать. Причем очевидно, что... Ну, тоже очевидно. Прямо говорят, что нам все равно за кого голосовать. Мы не будем проверять. Мы не надо никаких там за определенных кандидатов. Просто придите и проголосуйте. Вот это делается и школы, и детские сады, и лечебные учреждения и так далее. Да? Да? Так сказать, открепительные талоны. Массово. То есть открепляется весь коллектив, по сути дела. Ну, поначалу эта система давала некоторые сбои, поэтому даже, собственно, меня открепляли. Вот я лично, когда участвовал в таком голосовании еще, не помню, в каком году, в своем лечебном учреждении, а потом пришел на свой избирательный участок и увидел себя в списке еще. Я говорю, о, слушайте, а меня же открепляли. Мы не знаем ничего, нам никакие не поступали сведения о том, что вы вас открепили. Идите к председателю избирательной комиссии. Я подошел к председателю избирательной комиссии, он говорит, так и вы в списке. Ну, хотите еще раз проголосуйте? Никаких проблем. Вот. Так что, ну, сейчас уже, так сказать, это все более упорядоченно стало, но, тем не менее, игра с откреплением и голосованием по месту работы продолжается. Но для нас это, как сказать, для нас это, в общем-то, не то, что, не даже не пример и не образец, а то, что можно взять уже на урожение. Понимаете, люди настолько организованы и привыкли организованы быть именно по своему рабочему месту, что даже вот для участия, хотя, казалось бы, не надо было участвовать, но, тем не менее, уже есть привычка к дисциплине. Поэтому голосование за советы по заводам и фабрикам тоже, в общем-то, я думаю, что будет для людей чем-то необычным. То есть люди уже, буржуазия приучает нас к тому, что надо голосовать на своем рабочем месте. Это правильно. И это, так сказать, залог будущих выборов так, как они должны проходить на самом деле. Поэтому будем считать, что готовят нас именно к этому. Спасибо. 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 Хорошо. Значит, ну я думаю, что вопрос пятый мы разобрали. Да, есть какие-то сомнения о том, что коммунисты все-таки левее находятся по отношению к анархистам или нет? Или еще какие-то сомнения остались? У нас остался центр, да, что находится в центре. Изначально мы знаем, что отделение на правых-левых, откуда возникло? Из... Парламент, да, комметы. Слева сидели якобинцы, справа, кто у нас, жерандисты, да, эти? Жерандисты. Да, жерандисты. А посередине было болото, которое ни то ни сё. Ну вот, что у нас по центру находится? По центру находятся, как правило, находятся правящие партии, которым, независимо от того, что они там в своей идеологии произглашают, им важно сохранить нынешний статус-кво, что называется. Сохранить некоторый баланс. Поэтому, с одной стороны, какие-то делаются реверансы в сторону неимущих классов. Ну, как правило, это делается перед выборами, да, для того, чтобы, так сказать, что-то забросить, задобрить какие-то... Особенно это касается электоральных групп. Ну и, с другой стороны, не забывать про интересы крупной буржуазии, которая, естественно, всё это финансирует, содержит и так далее. И в руках которой находится, собственно, государственная власть. Вот таким образом. Значит, какая партия? Ну, в следующий раз, которая победит, та и будет находиться по центру. И они будут, так сказать, следовать консервативным. Будут консерваторами. Интересная ситуация сложилась в последние годы, да, вот перед... В последние годы советской власти, когда шла борьба за сохранение Советского Союза. Вот тогда коммунистов называли правыми, да, вот они ортодоксальны, они правы. Ну, тогда, помните, на съезде было выступление Михаила Васильевича Попова, который чётко совершенно... Найдите этот ролик, он есть и на Ленру, и на Ютьюбе. Чётко совершенно... Где левые, на самом деле, а где правые? Те, кто стоят за реставрацию капитализма, за рыночные, так называемые, отношения, это правые. А те, которые стоят за общественную собственность, за сохранение социалистического государства, это левые, на самом деле, да. И никакой новой революции, как называли перестройки, не просматривается. А самая настоящая контрреволюция. Поэтому мы изучаем вот этот вопрос и рассматриваем политический спектр для того, чтобы в следующий раз, когда опять кто-нибудь, так сказать, вылезет и начнёт говорить, а вот, коммунисты, это же правые, они за диктатуру, они против свободы воли, они против свободы предпринимательства, они за сплошной государственный контроль, ну, чтобы каждый из вас мог стать и сказать, ну, такие неправые, левые, это вы правые. И не в виде ругательства, а чётко, научно обоснованно. Так, товарищи, да сколько может быть коммунистических партий? Кто готов развернуто ответить на этот вопрос? С места отвечать не надо. Пожалуйста. Я считаю, что коммунистических партий может быть одна, которая, значит, представляет и продвигает интересы пролетариата. Ну и, как уже здесь говорили, раз она политическая партия, то борется за власть именно пролетариата. Других коммунистических партий быть не может. Так. Почему она одна-то всё-таки? А две партии не могут бороться, интересно? С субвойной силой. Тогда им надо просто объединяться. Хорошо. Тогда вопрос. Почему у Бружжазии несколько партий, а у Пролетариата одна? Это ставилось в упрёк маскировка. Конечно. Это надо затуманить мозги, как говорится, тому же пролетариату и населению, поэтому создаётся видимость вот этой, я называю, буржуазной гермократии. То есть свободы, которую обещают всему населению. Поэтому, ну, если брать спектр, сколько там, последнюю Госдуму, 14 партий, по-моему, подавало заявление и участвовало в выборах. В частности, там, КПРФ и были, этот, как там, Коммунистическая партия России, по-моему. Коммунисты России. Коммунисты России, да, просто. Вот. Они постоянно, то есть в них вкладываются деньги, есть люди, которые появляются именно перед выборами, и они проходят, получают там сколько-то процентов, ну, меньше, чем можно пройти, но отвлекают на себя людей, населения. Хорошо, спасибо. Вы хотите? А вы? Да. Я всё просто. Желательно. Запомните? А, ну, вот вы правильно сказали насчёт поверхности. Явлень, сейчас, секундочку. Что на поверхности, да, действительно, нужно создать определённую мишуру для того, чтобы запутать. В общем, но в основе разделения буржуазных партий всё-таки нет. Да, вот сначала ты, Карлов Павел, ответил на вопрос, почему у буржуазии несколько партий, потому что буржуазия, она по своей сути не однородна. При капитализме, капитализму свойственна конкуренция, соответственно, внутри буржуазии есть разные группы, которые борются за свои интересы, и представителем этих групп является, собственно, буржуазная партия. Причина, почему коммунистическая партия одна, единственная, кроется в единстве коренных интересов рабочего класса, которые, собственно, есть уничтожение системы эксплуатации. Ну, в разуме-то может быть. Совершенно верно. Рассказываю. Уничтожение частной собственности на средства предыдущих. Спасибо. Ну, да, это через... Ну, потому что, собственно говоря, эксплуатация только возможна при наличии частной собственности на средства в районах. Я просто хотел на следующий вопрос ответить. На следующий вопрос, давайте. Можно, пожалуйста, вопрос? Вопрос у вас. Например, в Северной Корее есть три партии. Значит ли это, что некоторые партии не является некому существенному? Нет. Ну, что-то... Да, не являюсь специалистом по Северной Корее, поэтому не затрудняюсь ответить на этот вопрос. Думаю, что надо отдельно его изучать. Но дело в том, что мы же знаем, что диктатуру пролетариата осуществляет там одна единственная партия. Поэтому вот эта партия является истинно коммунистической. То, что касается, может ли быть несколько партий предсоциализмом? Какие партии? Буржуазная партия, очевидно, наверное, быть не может, потому что нет класса буржуазии. Класс какой буржуазии? Это может иностранная, представлять иностранную буржуазию в коммунистической стране, наверное, это что-то из рук уон совсем выходящее. Ну, а что касается мелкой буржуазии, ну, наверное, да, мелкая буржуазия, собственно говоря, может сохранить свои партии, если пока сохраняется база, да, то есть на переходный период, пока не победил полностью один уклад, то, да, мелкие буржуазные партии могут сохраняться. Но в дальнейшем, по мере того, как останется один уклад, собственно, коммунистический, все эти партии вместе с экономикой исчезнет и надстройка соответствующая. А что касается коммунистической партии, да, единство интересов рабочего класса, коренных интересов, безусловно, потому что между отдельными группами рабочих ну, насущные интересы, может быть, да, мы знаем, что есть эгоизм там отдельно взятых производственных единиц, если это все пущено на самотек, то они будут вести себя так, как будто они не являются частью общественного организма, а тут будут осуществлять свои, так сказать, частные, ну, не частные совсем, да, групповые интересы. Вот. Государство, естественно, за этим должно следить и не допускать этого. Для того, чтобы этого не было, необходим план на общее социалистическое хозяйство. Вот. И вы хотели ответить на седьмой вопрос, наверное, да? Да, какова главная программная цель, да, коммунистической партии? Да. Но основная главная программная цель коммунистической партии это сформирование бесклассового общества, то есть уничтожение класса. Соответственно, давайте разберем, каким образом, какими путями дело происходит и, собственно, почему, что есть уничтожение класса. Но основные пути, которым эта цель достигается, точнее, выполняется программа. Первый – это завоевание пролетариатом политической власти, установление революционной диктатуры пролетариата, об обчислении средств производства, то, что вы за это говорили, переход экономики на социалистический путь путем внедрения и осуществления планирования производства. Следующий момент – это значительное повышение производительности труда, всеобщее участие в производительном труде. Высвободившееся время, которое за счет этого выделяется, получено, должно быть, тратиться на развитие личности, на развитие человека, то есть занятие спортом, искусством, обучением в Красном университете, например. И, собственно, за счет этого, за счет того, что человек будет иметь больше свободного времени, а не рабочего, то тогда его положение в обществе, за счет того, что свободного времени стало больше, будет определяться именно свободного времени. И за счет этого, собственно, происходит уничтожение глаз. Возможно, может быть, что-то будет. Мне докрутил, но все равно так. Спасибо. Да, очень хороший, развернутый, подробный ответ. Действительно, если мы обратимся к ответам слушателей, то вот... Можно отметить, что далеко не все дают именно развернутое определение главной программной цели. То есть кто-то говорит о том, что главная программная цель – это установление диктатуры пролетариата. Но если мы говорим о том, что необходимо построить полный коммунизм, то полный коммунизм – это общество без классов. А какая же диктатура в обществе без классов? Соответственно, не может остановиться все на диктатуре пролетариата. Диктатура пролетариата – это определенный этап, это средство в руках рабочего класса. Это то, что может и должно привести, и приведет в итоге к уничтожению класса. Другое дело, что нельзя отказываться от диктатуры пролетариата, как это произошло в Советском Союзе, и, соответственно, что и привело в итоге к реставрации капитализма. Но и говорить о том, что программной целью коммунистической партии является полное благосостояние и всестороннее развитие каждого члена общества, не раскрывая тот путь, по которому должно пройти общество к этой цели, это тоже, скажем так, элемент... Утопии, да. Это даже не утопии, это как раз то, что использует буржуазная пропаганда. То есть она отбрасывает вот эти все этапы завоевания политической власти, об обществлении средств производства, осуществления диктатуры пролетариата, и говорит о том, что вот мы будем повышать общественное богатство, оно будет расти, 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 и вырастет настолько, что разница между классами исчезнет. Все будут богатые, здоровые и счастливые. Не надо никаких революций, не нужно ничего менять в общественном устройстве. Достаточно просто хорошо трудиться, так сказать, накапливать богатство, и все будет хорошо. Поэтому мы видим, что вот эту фразу, выдернутую из конца программной цели, из заключительного фразу, ее как раз используют, сейчас взяли на вооружение совершенно реакционные, так сказать, деятели. Говорят о том, да, вот мы добиваемся того, что было полное благосостояние. То есть сама по себе оторванная от диктатуры пролетариата никакого вреда, эта фраза для буржуазии не несет. А вот то, что действительно представляет угрозу, и то, что действительно для буржуазии, а для рабочего класса и для всех трудящихся, и для всех честных людей на земле является надеждой, это как раз диктатура пролетариата. Потому что без диктатуры пролетариата достичь вот этой цели будет невозможно. Невозможно. И мы видим, что на самом деле рост общественного богатства приводит к увеличению расслоения. То есть разница между богатыми и бедными, она только увеличивается с ростом общественного богатства. Если раньше, я не буду брать совсем давние времена, но тем не менее, понятие о роскоши даже в начале прошлого века и сейчас, оно, мягко говоря, отличается цифрой со многими нулями. И разрыв, если там раньше можно было говорить о том, что имущие классы сладко спят, хорошо едят, хорошо одеваются, то сейчас вещь идет о владении огромным количеством земли, недвижимости, заводов, пароходов и так далее. На противоволожном полюсе люди, которые даже не имеют самого необходимого для пропитания. Поэтому никакого достижения полного благосостояния без победы пролетариата в социалистической революции, без установления его диктатуры, без обобществления, прежде всего, средств производства, то, конечно, никакие остальные цели достигнуты не будут. Поэтому, когда мы отвечаем на этот вопрос, необходимо приводить именно полное, вот так делал наш товарищ, значит, приводить полное определение главной программной цепи коммунистической партии. У нас осталось буквально несколько минут, поступили ли к нам какие-либо вопросы. Вопросов не поступило. Может быть, есть в зале? Да, пожалуйста. А у меня общий вопрос организационный. Вчера был праздник большой. Да. А вот, собственно, Рабочая партия России как-то что-то его отвечала? Рабочая партия России... Ну, знаете, мы будем отмечать великий праздник тогда, когда мы восстановим советскую власть. А до этого это просто повод еще раз вспомнить о том, что мы потеряли на самом деле, да? И что потерял рабочий класс России и всего мира, так сказать. Вот тот светоч, который зажег Ленин, который зажег рабочий класс России для всего мира, который, этот факел, который, так сказать, был уронен, да, упал, ну не упал, скажем так, его отбросили, но он не потух. Он продолжает гореть. Вот наша задача его поднять и повести рабочий класс России к новой победе. Как отметила рабочая партия России этот праздник? Отметила она возвращением к труду после плодотворно проведенных, так сказать, предоставленных буржуазному государству выходных. Проведен был 30-й съезд рабочей партии России и было проведено осеннее заседание Российского комитета рабочих, на котором обсуждались актуальные вопросы рабочего движения, борьбы, профсоюзной борьбы, борьбы на предприятиях за, в том числе, об участии рабочих в организации производства путем организации бригад. Вот, собственно говоря, как провели мы эти выходные рабочей партии России. Трансляция Российского комитета рабочих велась благодаря Ленру. Большое спасибо, как всегда, за то, что вы освещаете незначимые наши мероприятия. Ну и, естественно, в записи это можно все посмотреть. Для тех, кто действительно занят практической борьбой на своих предприятиях, заседание Российского комитета и постановления, которые принимаются, это неоценимая помощь в своей работе, в своей борьбе. Я думаю, что праздновать действительно мы будем тогда, когда добьемся каких-то значительных успехов. Это не умаляет значения ни в коем случае Великой Советской Революции. Но, тем не менее, мы пока мало сделали для того, чтобы этот праздник стал действительно праздником. Да, пожалуйста. Вчера все-таки мы праздновали здесь 7 ноября, как и мы у нас проходил кружок любителей немецкой диалектики. Там мы разбирали вопрос планомерное разрешение противоречия социализма как первым адресом коммунизма. Олег говорил, что такие памятные даты лучше всего праздновать, сосредоточившись на решении еще нерешенных задач. Так вот, планомерное разрешение противоречия еще не удалось решить. Тут мы обсуждали, как это нужно разрешать. А именно готовить этот граждан. Ну, там у Михаила Васильевича есть подробный труд на эту тему. Так и называется. Ну, и вот это. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok